Да, реально, посмотри, Элик-1 на бету соится. Ну, не знаю, раньше я такого, конечно, не видел. И Перфекта как раз на Цепке на позиции. Да! У нас эксклюзивный комментарий от Евгения Золотарева от своего команды Na'Vi. На трейне изменений нет. Как это нет? Ну, нет. Я теперь даже не знаю, что сказать. Значит, они так играли? Ну, ладно. С Золотаревым мы не спорим, конечно. Слушай, я вот сейчас просто пересматриваю последний трейн специально. Открыл последний трейн, где играли Na'Vi. И там Перфекта был опорником B. Ты при этом мне это говоришь, а Золотарев говорит, я ошибся. Перс и Элик позициями поменялись. Ну, вот. Я просто сижу и думаю, ну как? Ну, как? Типа, ну, играл же Перфекта на B опорника полжизни, сколько пришел в Na'Vi. Тут вроде бы Золотарев дал эксклюзивный комментарий. Не буду же я с ним спорить. Но открыл YouTube, думаю, ну не может такого быть. И смотрю, реально стоит Перфекта. А тут, на тебе, такая вот запара. Слышит флешку. Он от команды Gambit. Браво, Нафаня. Ну, в который раз выручает свой коллектив. Аккуратней, что это Na'Vi. Ждали долго, пока Симпл подойдет со Смаком. Дабы сделать все грамотно и правильно. В итоге Симпл смог откидывать не на бомбу, а на монстра как раз таки. И стэк щелкает колонну. Нужно дефить. Плэнт обязательно. Парни идут пушить, но времени у них там практически нет на дифуз. Успевает ли Симпл? Не факт, нет. Что это? Какой раунд? Ничего. О, 1-3 был и стэк. Смок на бомбу и дифуз. Как? Что это было? Почему Симпл побежал на размен, когда умер первый? Без сенсации. Gambit одолели. Ну, а выход на Симпл. Отличные 2 килла. Мейс забирает бита. Симпл. Еще один минус. Квадро от Александра Костылева. Он довелся на поиске. Тем временем в флопе забирает Элика. Симпл самика видит. Ай-яй-яй, Илья забрал. Украл Эйс перфекта. Хотя, действительно, это показалось, как будто это Симпл сделал последний минус. Проражает здесь длину. Замечаю, здесь одного Симпла. Можно его, да, уничтожать. Все-таки Костылева прикрыть было крайне и крайне нелегко. Бит разменялся только постфактум уже. Бит с P250. Проверяет спину. Забирает Алекса. Квадро от Александра Квадро от Александра Квадро. Ставит бомбу. Перестреливает Элика на Зиге. Стэк играет очень аккуратно на монстре. Ждет, пока его димейты выйдут через юбит. Вот это два хедшота, которые просто не оставляют шансов. Пит делает Т из пистолетки. Отличная работа. Браво. 8-8. Но камбэк более чем реален. Квалда могут показать нам очередной сюрприз. Очередное чудо. Элик настреливает. Там все друг в друга уперлись. Не разобрались с Квалда, как нырнуть в эти вентиля. Нормально, походу. Пацаны. Электроник еще одного нашивает через мочок. Эстег падает. Ситуация плачевная. 3 в 5. Много дэмэджа он внес. Симпл пробует перестрелять Аликса. У него это получилось. Мэтса и Флоппи. Ну и Симпл еще и Флоппи разобрал. Мэтс последний. 1 в 5. Играет вентиля. Перфекто забирает Эстега. Минус Аликс. Падает Мэтс. Бомба выпала. Флоппи забирает Бумачу. Потеряли, кстати, нави. Лишние девайсы. Сэпп уже сделал, потому что болт. Ты когда достаешь нож, ты призываешь Симпл. Достал нож, режь. Такое правило. Электроник попробует контр-инициировать под шортом для того, чтобы оформить хоть какую-нибудь выгодную ситуацию по численности игроков. Закрывает одного. Ой-ой-ой! Третий электроник! Хорошо, бомба выбита. Информация получена. Иксерат на апартаментах все еще застрял. Все карты на руках у Нави. Как же все круто получилось у Элика. Он не до конца ожидал второго на Зиге. Точнее, он зажидал человека, который делает буст. А вышел игрок слева. Довольно неплохие это иксы перед будкой, вентиляция. И тут бы коктейль Молотова положить. Ну вот он, кстати, коктейль. Арт под него играет! Он свой же как-то вообще. Юрий ему положил коктейль. Арт в панике забегает. Нави ничего подобного не ждут. Что за жесть происходит? Лэйби последний падает. Вот это раунд! Просто секретные теневые тактики. Вот Фури что-то невообразимое. Я такого еще не видел. Это реально за трену выкидает коктейль Молотова. У этого паника. Я говорю, что ты делаешь. Я же стою за вентиляцией. В итоге он влетает в дверь и убивает еще двоих. Это жесть. Нужно менять позицию. Бомба ставится. Слушайте, шансы у Нави-то есть. Затащить. 2 на 3. Электроник пробует вычислить короткий. Электроник за реактором. Туда-сюда. Классная флешка. Электроник жмет. Будучи слепым. Забирает Юрия. Винни, правда, уже у него прямо сверху. Юрий забирает Элика. Симпл все там же. По нему нет инфы. Симпл 1-2. Будет ли этот клатч? Смог. Смог не самый четкий. Симпл не видит. По-моему, ничего не видит. Не, не, не видит. Но чувствует, что Джуниор подошел к бомбе. Винни байтит на дефуз. Времени не так, чтобы и много. Но хоть все щипчики на руках. И он дефузит на морозе, как и на прошлой карте. Более 3-15. Нет, он не задефузил. Он взял. Он задефузил все-таки до конца. Как же не повезло Симплу в конце. Он взял Эмпку. Он начал тоже настреливать. Но буквально патроны как-то огибали только что игрока защиты в самом конце. 20 секунд. 20 секунд, друзья. Нави сейчас должны выйти еще на точку. Все проверить. Шансов у них просто практически не остается. Арт забирает Флейми. Арт играет за ящиком. Арт продолжает. Остягиваются тиммейты. 7 секунд. Бомбу нужно ставить. Бумыч доказывает Винни Арта. Будет ли установка бомбы? Бомба все-таки стоит. Остается все-таки Джуниор. Как это произошло? Я не знаю. Два красных игрока у команды Нави против одного Джуниора. И Нави тащит. Это жесть. Надо повтор от Бумыча. Как они тут вырулили. Там было 8 секунд. Они вышли. Еще было 4 человека живы. Соответственно Бумыч дальше ничего не видит. Откидывает флешку. Бумыч начинает действовать. Сирата ловит флеш. Играет за иксом. Начинает настреливать. Сирата забирает перфекта. Минус Бумыч. Электроник и симпл. Вот она эксемочка. Делает килл. Симпл последний 1-4. И все-таки Нави, судя по всему, друзья, проигрывают эту встречу. Если не мега-клач от симпла. Конечно, игрок высочайшего класса. Он все может. Но слишком много игроков из противоположной команды чекают будку. Друзья, Фурия впервые побеждает спустя 4 или 5 неудачных игр против Нави. И причем делают они это на двух картах. Смотрим за Широ. Он на единице. Понимает, что это выход. Ловит коктейль Молотова. Промахивается в итоге. Откидывает теперь флеш к себе за спину. Команда Нави попробует, наверное, быстро забрать. Что он вешает? Ноу-скоп на нереальной дистанции. Минус слэйми. Остается симпл. Посредний. Один против четверых. Широ выходит. И все-таки как же круто он отрабатывает. Несмотря на досадный изи промах. Потом какая-то невероятная ситуация. Там, ну не знаю, метров 20 было до перфекта. И он туда ноу-скопит. Широ вообще сам понял, что повесил. Барабанная дробь. Вот это да. Просто прострел через дым. Каким-то ноу-зум. Ставит плент и уходит. Кстати, такая бомба не самая приятная, конечно, для него. Нужно быстро делать первый килл. Он просто действует довольно активно. Ух ты, падает снова вниз. Чекает китчен. А там уже два игрока вышло. Из библиотеки. В итоге нужно действовать. Ух ты, под смог. Будет играть. Широ обходит. Обходит. Вид одного, вид второго. И удачет этот раунд Широ. Ну, это один из лучших латчеров мира на данный момент. Открыться не может себе позволить. Симпл очень легкий для него фраг. Нет никакого смысла ставшимся игрокам Гамбит куда-то лезть. Но нет, Нафани перестроился. Он идет на дугу. Туда же отправляется и бомба. Времени 32 секунды. Интерс приходит вторым номером на точку А. И также с Б уходит у нас Широ. На самом деле все может получиться даже в этом раунде 3 в 5. У команды гопит. Интерс должны были слышать длины. Но нет. Он разбирает электроника пока что. Минус перфект. Тут бомба падает. 5 секунд до конца при этом. Бомбу пока нельзя. Интерс. Как же он словил команду Na'Vi. Вот это жесть. Двоих на туалетах. В итоге длина не смогла ничего сделать. Все успели. Снова как-то без инфы растерянно заходит команда Na'Vi. Широ просто зажат на воде. Интерса не проверили. Как он вообще здесь оказался. Интерс хоронит бетаи. И падает бумыч. Падает симпл. Ох, лол. Перфекта, конечно. В ситуации, которую невозможно потащить. Но он практически делает это. 3 килла. Есть инфа по Интерс. Опербег на квадрокил. Это 10-й раунд для команды Na'Vi. Как жестко первых. Как важно это было. Вот о чем он подозревал. Нафаня перетягивается через Клпутин. Ринем Электроник пытался соло отыграть на Монстере. Не получилось. Выход через длину. Нафаня на контейнере. Еще два человека вроде Дуги. Шансов у Na'Vi практически не остается. Бит разваливает Акселя. Минус бит. Симпл последний против четверых. Разваливает Нафаню. Но Широ стоял здесь в уголке. Он видел Симпла. И команда Гамбит одерживает победу на карте Оверпасс. Дорогие зрители, поздравляем Гамбит. Они пока что победоносно идут через группу С. У Флоппи 26 кп, а у Алекса отсутствует армор. Что тоже показательно. При этом киты присутствуют. Дым уже набрасывается. Бомба уже обезвреживается. Но есть какой-то иллюзорный шанс. Сейчас подрезает Флоппи. Сьюспа, какая вероятность. Слепую. Вот так вот сделать минус. Не видя своего оппонента. Потому что с одной стороны 11-14 есть. С другой стороны еще все могут изменить Иван. Скулс неплохо. Сака за трансформатором. Кадра килл. Будет ли Эйс? Нет. Все-таки Эйс сорвался. Ну и вот он тот железобетонный раунд, друзья. Браво Скулс. 14-12. Тем более, что там два авика в ретейке. Ну или Арт отличный флик даст. До побачения. Любит Арту. Болл забирает его. Люркера Машизи не сыграл. И Джуниор уничтожает. Три хп. Три хп от Йела. Три хп, три фрага. В общем-то все закономерно. Оп. Выключил Джуниора. Хорошо. Плюс авик. Ну с этим можно еще поработать. На самом деле так ел. Давай, покажи всю свою мощь. Абадаки добра двоих забирает Йелл. Да как это? Йелл. Просто двоих в ряд. Уничтожает. А это было жестко. Три хп. Сюда просто. Отправляет фурию. Аксель возвращается. Играет на коврах. Хороший коктейль Молотова в итоге. Забирает Соло как первого, так и второго. Теперь должен открываться Нафаня. Правда смог ему мешает. Не хватило на коврах, конечно, хотя бы одного. Человека в этом раунде. Понимаешь, быстро пройти эту игру не получится. У нас действительно пикантный момент. Наконец-то защита может сыграть в перекрестный огонь. Но играет Аксель. Ну надо эйс, братан. Все, здесь надо эйс. Эйс, эйс, эйс. Давай. Хорош! Это эйс, ребят. Это эйс. 10-4. Один дает инфу. Пробегают его игроки атаки. В итоге делает два минуса. Никто под окошком не проверил. И получается, что игрок отыграл довольно неплохо. Ну, Малюк сурово ешает сразу же. Проверяю. Апарт. Игра на дальней дистанции. Юз под Широ. Иглок. Ну вот тут слишком много игроков защиты, чтобы с таких позиций отбиваться. Но у Широ с этим нет никаких проблем. Как-то вот неорганизованно бразильцы вышли на этот ретейк. Широ в итоге разбирается с пятью игроками. Воу. Воу. Ибры в меньшинстве. И хп у них очень мало. Взять раунд будет трудно. Еще и бомба на КТ. Перфекта. Достает гранату. Откидывает это коктейль в нынешку. Выпад сити. Ошибка с флешкой от Симпла. И это дает возможность еще раскрутиться. Он забирает еще одного. Но в ситуации против Симпла не сдержал. Хотя мог попадать. Бомба стоит ужасно для атаки. По сути есть понимание про яму. И Симплу надо задефать эту бомбу. Прям разминировать всеми силами. Он понимает, что есть игрок в джангле. Идут прострелы. Забирает первого. Понимает, где последний. И в этой ситуации его переигрывает СХЗ. Друзья, это пять-восемь. Три раунда преимущества за МэйБиары. Это хороший шанс для ребят. Электроник находит спину. Минус ел. Это три-четыре. На тикете остается Ширс. Последний игрок команды Мибор в этой области. Ну и как раз таки, если нами быстро справиться с ним, то все может выйти. Кстати, снайперская винтовка у Симпла появляется. Позиция хорошая. Он может на самом деле очень с его сыграть. Он в принципе это сделал. Симпл забрал до нога. Пушит. Бомба выпала. Симпл. Пушит бразильца. И вот этого доводить было нельзя. И ситуация была очень классная. Он пытается отыграть против него. Ноу-скоп. Это мимо. С ножом прыгает на Симпла. Просто с ножом. 22 секунды. Смог раскрывается. Он понимает, что Болт где-то на тикете. Симпл в 4% здоровья. Он уходит в 16 секундах до конца. Пропрыгивает. Немного застревает. Но Болт просто стоит АФК. Ждет установку бомбы. Симпл в этот момент. Куда установит? Вот это очень интересно. 6 секунд. Устанавливается бомба на китчер. Что нужно увидеть, что с бомбой. В итоге тайминги. Тайминги в пользу Симпла. Это нога. И он пытается уже с деглом что-то сделать. Меняет позицию 2 раза. Болт потерял его из вида. Симпл. И опаснейший вообще момент для двух игроков. Идет разминирование. Невероятный раунд квадрокилл. Это эко от команды Na'Vi. Счет 14-14. Позволить выкарабкаться на счет. 15-15. Минус окно. Болт. Игра против зигзага. В зигзаге Челла справляется. Горит Йелл. Откидывает гранату Челла. И здесь должен быть прием перекрестным огнем. Куда же вы торопитесь? Рожденные побеждать. Перфектно забирает Йелла. Челла разваливает одного второго. И это допы. 15-15. Горит немного окно. Начинается раскидка боеплента. Начинается выход. Но слишком хорошая позиция обороны. Чтобы здесь не справляться. Как-то, да. И максимально убедительно действовали. Выиграл время. Максимальное количество времени выиграл. Для Йелла его тиммейт. Но при этом Симпл перехватил контроль. Просто упав с ВП. Забрал первого. 2 в 3. Момент явно неприятный для игроков бразильской команды. Но за ними большинство. А значит шансы на выбивание все же присутствуют. Очень даже непризрачные. Симпл. Я даже не увидел, как он перевелся. Болтс тоже. 2 в 2. Пуш окна. Еще одного нашли в окне. Шесть на стенке. Челла обходит с другой стороны. Симпл. Вот это реакция. Неплохо забирает Челла. Остается последний против двоих. Играет на заднем пленте. Выползает. Ну куда ты выползаешь? Симпл. Квадро килл. Как же разыгрался Александр Костарев. Через их действуют игроки команды Миборш. Шесть забирает все-таки электроника. Симпл. Тем временем видит первый минус Ел. Максимально Шесть его перестреливает. Перфекта. Перфекта. Перфекта, возможно, ключ к победе. Забирает Донока. Остается один на заднем. Ситуация 3 в 2. Нави в большинстве. Бомбу при этом оставили. 20 секунд. Бомба. Да, бомба в Зиге. 20 секунд. Перфекта пытается выиграть время. Шесть пытается подрезать хелпующих. Перестреливает бита. Попадает в голову Перфекта. Вот это поворот, ребята. И Бумыч должен спасать вот такое. 8 секунд. 7 секунд. Бомба будет в дефолте. Устанавливает. Откуда бы не было Бумыч, по нему есть информация. И играют ковры, играет дефолт. С дефолтом справляется. Ай-яй-яй. По контакту открывается болт. С какую грязь взяли Мибор. Как на Веню стояли. И как не хватило Перфекта в самый ответственный момент. Симпул вышел и, в принципе, пытается проверить сейчас. Но это разведка. Это разведка. Если удастся на эти болса забрать его в пункте, то очень даже здорово может открыться база. Но... Не, ну это, конечно, с позором, друзья. Но что поделать? Что поделать? Более учитывая то, что времени остается совсем немного. 15 секунд летит Смок. Арт, скорее всего, будет просто в нем мутиться до конца. Падает Винни. Падает Джуниор. Времени все меньше и меньше. Но бомба устанавливается таким образом, что... Давай-давай-давай, короче. Боже мой. Арт. Но он последний. Тащит раунд. По-моему, для команды на нож к Сэппу. Куда же ты пистолет? Надо было расщитлять. Мэйзи добивает. Но это было после времени первой для Фурии. Какая боль. Возможно, какое-то желание побороться, ну, хотя бы за статистику. Потому что в первой половине мало от него видели какой-то активности. Точно так же, как и от Истага. Но видим, что Фурия вряд ли даст ему что-то вообще сделать. А нет, Винни проваливается. Смог на бомбу. Попытка задефузить. Да нет, 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 нет. Я не верю! Я не верю! Он это сделал! 11-й клоунда! Аликс! Боже мой! Да что же ж такое! Сирата, Юрий, как? Сирата, Юрий, в спине, в спине был Винни. И он подавил точку топорда. Пау, 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 пау. И нет, все же, это Алекси на данный момент. В спине был Винни. У него было полтора часа, чтобы просто зажать спину с П-250. Он подскальзывается на ровном месте буквально. И несколько подводит команду. Винни забивает к Сепу. Мы видим то, что статк на размене. Да, есть полученная информация, как же поступит к Сираку. Так, статк играет очень агрессивно. Один на один против Флопи. Шансы есть. Он услышал Флопи. Сейчас слышит, наверное. Да, и сразу же Флопи взрывается. Распел, Сирану убивает! Да ладно! Так как они это берут постоянно? Невозможно! Что? Ну и вот получают голову на пани. По итогу, сразу же разменивается. Интерс убивает Юрия, последний джуниор. А вот вам и шанс! АВП команды бразильской. Вот старается вытащить, но... Не успеет уйти в другой сайт. Есть хешка, можно вырубить этим Интерса. Интерс действительно погибает, но остальные игроки живы. Фейк по бомбе. Защита пока не ведется. Аксель выходит чуть попозже. Джуниор обходит под умным направлением. Замечает одного. Остается один на один. Ситуация 10 секунд времени. Так, на пистолете. Идет просто стрелять. Аксель и дает хэдшот. Джуниор выигрывает этот раунд. 6-3! Американский снайпер команды Фурия делает квадрокилл при ситуации 1-3. Арта недопроверили. Вот и он. Сразу хэдшот на Хоббит. Понимает, что в сайте есть еще один игрок. И это Широ. Широ поджигает с коктейлем Молотова. Тут догорает до него. Широ нужно сбегать. Но, конечно, Арт этого не позволит. Сделать теперь атака в меньшинстве. Интерс принимает. Там одна линия. Но все же Арт выключает предварительно. Аксель расстреливается. Патроны заканчиваются. Это Галил. Это трипл килл. 14-7. Гамбиты за счет клатча выходят на финишную прямую. Уже против двоих получается. Его здесь должны принять вообще без шансов. Флешка дано. Убивает все-таки Майзи. При этом падает. Флоппи. Дабл килл. Дабл килл. И правда очень важный. Сейчас оформляет. Йелл. А что ты здесь делаешь? За смачком Бомба все-таки ставится. Алекс услышал своего соперника, который перемещается через центр. Йелл забирает. Флоппи. Крайне важный фраг делает. Алекс. Имеется у него еще зажигательная граната. Кстати, смаха нет. В случае чего можно просто депузиться. Бомба ел депузит. Бомба ел депузит. Он депузит. 15-15. А что мы вообще? Ковертаймы сюда просто мебры говорят. Как он это сделал? Это жесть. Ну и Клауд Найн пока что через подвал. Выходят под дугу. Подождят тут Зепа. Сдождался. О, Болтс. О, Болтс. Боже мой, третьего надо еще. Третьего забирает Болтс. А что это за похоронное бюро Болтс просто? Это, 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 это жесть какая-то. Они стояли втроем в надежде на то, чтобы поймать одного. Квадрокил оформляет. Эй, Болтс. Ну порадовал. Сейчас Ян. Ну шансов на взятие этого раунда у них совсем немного. Хотя есть хедшот по шазу. Будет спина для эстага. Эстаг реализовал все-таки свой дигл. Но чела с Болтсом оставляют игрока из зданий последний. Пускай бомба у него на руках. Эстаг, Эстаг, Эстаг. Две головы дает и Болтса тоже может попытаться заимить. Слушай, а тут дигл опасный. Эстаг просто в атаку летит. Там Болт в блайде. Эстаг на уверенности. 5 хп, Эстаг. Так, Эстаг. Он заберет это. Я не знаю. Тут Болтс сейчас придет. Маслини условит. Боже мой. Эстаг квадрокилл. 1 в 3. Вообще ситуацию потащил. Алекс. А вот тут есть шанс найти Болтса. Нет, все-таки Болтс ставит хэдшот. Двигается дальше команда защиты. Условник Зеппа сейчас может поймать и снайпера, а потом и на Болтса в перспективе выйти. Тут его точно не ждут. Промах от Ела очередной. Конечно, грустно. Но, опять-таки, наказан Флопе. Болтс. Хэдшот. Боксэ. Билст. Так, тоже падает Мэйзи. 1 в 4. Повтор хочу. Следующий. Вот раунд заканчивается. Повтор от Болтса. Как он нам всех расконтролил. Мэйзи пока что справляется с Челло. Два бразильских героя, которые еще могут разрулить эту ситуацию. Либо все-таки Клоудайн переведут это все на вертаймы. Ел. Ты в этой позиции на 3 хп тащил. И сейчас забирает Флопе. А тут Челло. А тут Челло вообще не под бомбу играет. Бомба, ты пузи, это Челло забирает Мэйзи. Времени мало, но... Это же САЗ-14. Сабирает Флопу. 16-14. Майбер все-таки справляется. Браво, мибры. Слушай, мы поздравляем команду мибр ни с чем особо. С победой над Клоудайн. С победой просто. Но команда Нави за счет этой победы выходит в плей-офф ESL Pro League. Субтитры сделал DimaTorzok